После Нового года одними из первых в спортивной жизни привычно вернулись теннисисты. На середину января у них выпадает серьезный окружной турнир. И чтобы хорошо к нему подготовиться, они разыгрывают первенство среди сильнейших игроков в области. О турнире ТОП-16 и протаж Романа Четверякова. Топовые матчи были и остаются изюминкой теннисного календаря. Это уже после пойдут командные чемпионаты и личное первенство. Но вот игру лучших из лучших можно увидеть только в один из праздничных дней. Здесь каждая встреча – предел мечтаний почитателей пинг-понга. И всю красоту этого вида спорта демонстрируют теннисисты, сумевшие по прошлому году войти в ТОП-16 за счет набранных рейтингов хачков за сезон. Из молодых никого. Всех мы знаем. 91-й год, самый молодой, у нас 800-й, но они и были там. А так пока молодая смена, младше еще 2000-х годов, типа Гуафаева, они пока не дошли до этого. Одно послабление все же было сделано. Троих молодых игроков допустили в элитарную группу взамен участников, которые не смогли по ряду причин найти время, чтобы сразиться в теннисном суперфинале. Само его проведение служит неким показателем уровня кировского настольного тенниса. Правда, гордиться ему до сих пор приходится достижениями воспитанников нашей школы. Самый яркий пример – европейское золото Марии Тайлаковой и попадание кировчан в состав сборных команд России. Те же, кто не сменил прописку, пока далеки от высоких результатов. Чтобы расти, надо какой-то резкий рывок. У нас, в сожалению, нет такого. Нет для роста, нет такого рывка. Либо кто-то очень сильный тренер приехать, либо кто-то спарринг учител приехать. У нас нет такого, для резкого роста. А так, стабильный уровень, стабильный, нормальный уровень. Со слов президента Федерации, на данный момент мы сильной командой, которая удерживает неплохие позиции в за счете Приволжского округа. Появление же каких-то отдельных ярких звезд – момент непредсказуемый. Но даже само участие новичков на этом новогоднем топовом турнире может изменить ситуацию. К игрокам приходит опыт, уверенность и техника, столь необходимая для побед в партиях. Их было сыграно немало – сначала в группах, а затем в стыковых встречах. Общим итогом стало определение сильнейших теннисистов, которым с 10 по 15 января предстоит сыграть на личном взрослом чемпионате ПФО в Казани. Роман Четверяков, Игорь Охотников, Вести Киров. Роман Четверяков, Игорь Охотников, Вести Киров.